МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую членов добровольного общества Лопаты и тяпки. С вами программа Готовим на даче и я, ее ведущий, Дмитрий Дегтярев. Начинается осень, самое грибное урожайное время года. И сегодня специально для заядлых грибников мы приготовим одно специальное блюдо. Называется оно цыпленок по-араратски. Один из ингредиентов блюда цыпленок по-араратски – грибы. В нашем случае ими будут шампиньоны. Шампиньоны – грибы вкусные и полезные, а главное, едва ли не самые популярные на земном шаре. Хотя грибниками и не очень-то любимые. Возможно, именно в силу чрезмерной распространенности. Своей мировой славой шампиньоны обязаны двум французам – Людовику XIV и префекту департамента Жоржу Осману. В XVII веке король солнца, большой ценитель грибных блюд, распорядился одомашнить луговые шампиньоны. А в XIX барон Осман оставил под французской столицей обширные подземные выработки, пригодные для их выращивания. Чем и поспешили воспользоваться французские повара. Действительно, шампиньоны идеально подходят для приготовления любых видов блюд, подливок и гарниров. В этих грибах содержатся белки, углеводы с низким гликемическим индексом, калий, ниацин, витамин В6, С, Д. Шампиньоны легко усваиваются организмом и, помимо прочего, способствуют похудению. Для приготовления нашего цыпленка-парааратски нам понадобится свежайшие грибы прямо из леса, вкусный и красивый бройлерный цыпленок, немного муки, чуть-чуть гвоздики, пучок петрушки, сливочное масло, куриный бульон и специи по вкусу. Ну что ж, начнем. Для начала сделаю небольшое отступление. Цыпленок-парааратски довольно древнее блюдо, рецепт которого уже сложился за столетия, но все-таки сегодня мы попробуем немножко его изменить, а точнее упростить, так как мы на даче, блюдо в приготовлении должно быть намного проще. И первым делом мы с вами спассируем муку. И теперь начинаем активно ее помешивать. До того момента, пока она не станет темно-коричневой. После этого мы разбавим ее куриным бульоном и отставим практически до конца приготовления нашего рецепта. Только тогда она нам понадобится. Ну вот, наша мука приобрела именно тот цвет, который нам нужен. Теперь мы выключаем плиту, добавляем наш бульон. Все хорошенько перемешали. Теперь аккуратненько перельем получившуюся основу обратно. После того, как вы перелили бульон, просто почистите сковородку. И она приобретет свой первозданный вид. А мы продолжаем. Теперь мясо. Так как у нас мясо, мы одеваем уже знакомые вам резиновые перчатки. И сегодня я вас научу разделывать птицу. Вы сами увидите, как это просто. Я бы даже назвал, что цыпленок сам хочет, чтобы его разделали. Впоследствии вы поймете, почему я так говорю. Ну что ж, мы положили цыпленка на спину попкой к себе. Теперь мы аккуратненько надрезаем кожу, соединяющую окорок и тушку. Аккуратненько ее прорезаем, чтобы не повредить мясо грудки. Теперь мы берем окорок. Так, еще чуть-чуть. Мы берем окорок и выворачиваем сустав. Вот таким вот образом. И все. Наш окорок практически отделен. Остается только отрезать мягкое мясо. Теперь нам нужно разделить бедро и голень. Для этого мы смотрим на жировую жилку, которая проходит ровно посередине. Именно по этой жировой жилке нам и надо резать. И тогда наш окорочок прекрасно разделится ровно по центру. Вот, посмотрите. Теперь крылышки. Для того, чтобы отделить крылышки, нужно пальцем большим упереться в углубление и нащупать хрящик. Вот он. и прямо по линии, где вы его нащупали, просто отрезаем крылья. Теперь нам нужно отделить спинку. Для этого, опять же, смотрим на курицу и видим у нее жировую жилку. Вот она проходит с этой стороны, вот она проходит более четко с другой. Вообще, для этого используются кухонные ножницы. Но в дачных условиях и нож прекрасно подойдет. И прямо по линии этой жировой жилки мы и режем. И вот наша спинка отделена. Эта часть прекрасно подходит для приготовления бульонов и супов. Ну что ж, вот осталась у нас грудка. Конечно, многие делят ее пополам и начинают аккуратно отделять от кости. Ну что ж, такой способ, конечно, приемлем, но повара делают лучше. Потому что очень часто, когда мы ножом разрезаем здесь, то мы упираемся в хрящ. Поэтому, чтобы он нам не мешал, мы его удалим. Для этого мы очень аккуратно разрезаем хрящик. Раскрываем его. Выделяем его пальцами. Потом вставляем большие пальцы по бокам. Вот таким вот образом. И просто его вырезаем. и аккуратненько и аккуратно вынимаем. Вот, посмотрите. Вот наш хрящик. И теперь нашу грудку очень легко разделить на две части, не повредив ни мяса, ни кожу. Ну вот, наша курица разделана. Если вы будете пользоваться таким способом, вы сможете легко разделать практически любую птицу или дичь. А мы приступаем к следующей фазе приготовления нашего блюда. Теперь нам нужно обжарить курицу на сливочном масле. Для этого мы ставим нашу сковородку на средний огонь и кладем кусочек масла. Помним, что жир во время жарки перегревать нельзя. Из-за этого у продуктов появляется неприятный вкус. Поэтому у нас приготовление курицы будет на среднем огне. А пока наше масло растапливается, мы посолим нашу курицу. Только постарайтесь не добавлять перца на этом этапе приготовления. Лучше всего просто ее посолить хорошенько, а перчить уже во время приготовления. Причем в этом рецепте перец добавляется только тогда, когда готовятся грибы. А курица только солится. Теперь курицу аккуратненько выкладываем на сковородку. Постараемся, чтобы вся она у нас поместилась одним заходом. Посмотрите, как приятно шкварчит наша курица. А запах просто необыкновенный. И это все благодаря сливочному маслу. А пока наша курица жарится, мы порежем грибы. Мы все выложили и теперь будем их нарезать. Я думаю, что вы можете резать так, как захотите. Я нарежу грибы на четыре части. Наша курица готова. Теперь мы перекладываем ее в большую кастрюлю, а жир, который остается, выливаем сверху. масло, в котором наша курица жарилась, мы выливаем сверху. И что очень полезно для дачных условий сковороду не надо мыть. Грибы мы будем обжаривать прямо сейчас и на ней. Теперь добавляем туда грибы. Также постараемся выложить их равномерно, чтобы обжарить одной партией. мы выложили наши грибы, теперь их посолим. И поперчим. Именно в этот момент в рецепте добавляется перец. Наши грибы жарятся, но я тут вспомнил одну вещь. В одной из своих программ я вам говорил, что чеснок и гриб лучшие друзья. Конечно, в рецепте этого нет, но я все-таки думаю, стоит его добавить. Несколько зубчиков чеснока. Помним, главное все делать с душой. гриб Грибы обжарились. Грибы обжарились. с бульоном с бульоном молотую гвоздику и готовим примерно 5-10 минут после закипания. грибы грибы ставим на огонь и доводим до кипения. Огонь тоже выбираем средний. все специи уже внутри. Осталось просто дать им немного повзаимодействовать. Итак, для приготовления цыпленка по-араратски вам понадобится цыпленок, сливочное масло 120 граммов, свежие грибы 750 граммов, 18 граммов муки, 300 граммов куриного бульона, 18 граммов гвоздики, 1 пучок петрушки и соль-перец по вкусу. Последний штрих. Наш цыпленок по-араратски готов. Я уверен, что он придется по вкусу не только грибникам, но и всем тем, кто хоть раз его попробует. С вами была программа «Готовим на даче» и я ее ведущий Дмитрий Дегтярев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова